А Баратрум уже все разлюбили. На самом деле, кстати, Шейкеры не уходят в банк. На самом деле, Spirit Breaker почему, возможно, не пикается? Потому что что ни игра, то уход в лейт. От всех команд никто уже не хочет воевать на ранней стадии. Все хотят взять лейт, закрепиться в нем. И Spirit Breaker все-таки при игре в лейт, он так себе герой? Да, ну не скажи. Да нет, нормальный герой. Он довольно сильный. Он идет через БКБ. Он нужен для того, его все берут не то, чтобы фармить, а для того, чтобы навязывать доту какую-то агрессивную очень. А сейчас так стали поменьше играть. То есть агрессивничают, агрессивничают, но в меру. Саппортов стараются набирать таких, которые... Ну вот вам, например, Виверна, Дазл, чтобы помочь своим кэрри убивать, чтобы сейвить кого-то. А Spirit Breaker, он просто бешеная корова. Не удивлюсь увидеть виндранерку для Миракла от ОГН на четвертый пик. Я не удивлюсь увидеть Husqqara, хотя нет, удивлюсь. Славер Артения. А, аппарат-то, кстати, забанили, да, да. Это, возможно, именно Husqqara сейчас возьмут ОГН, потому что на пятый банк Сигрет должны бы его подбанить. Ну да, есть все для Husqqara. И на Last Pick что-то вроде ВРК. Есть все для Husqqara, но на самом деле есть кое-что и против Husqqara. Все-таки Husqqara, он боится физики очень сильно. Он против Итини и Свардара довольно плохо, но Тини здесь, возможно, с суппортом будет. Не, но если руководствоваться той логикой, которой, например, вчера довольно верно руководствовался Артур, то, да, все равно идет Husqqara на легкую, фармит себе там быстро Армлет, Доминатор, ПТ. И вот эта гопша вся идет на тебя, и пофигу, что там Свардара, Тини, они еще все без итемов толком. Они все равно его не могут убить, он все равно получает Грейв. После Грейва он еще может получить Колденбрейс, потом опять Грейв, потом опять Колденбрейс. А украдет ли сейчас купе их всегда под филом? Вот зная то, что сейчас нет аппарата у него в арсенале, есть дазл, есть виверно. И вот Могу сейчас следующий играет Husqqara, может он украдет еще этого Husqqara? Кстати, Мипа может быть. А Мипа неплох был, но просто тут Мипа, Свардар, Тини, получается какая-то... Не, Тини, Саппорт? Да, ну, Тини, Саппорт, у тебя еще и Мипа и Свардар. Это, кстати, две команды, которые отлично играют в филом. Но OG не будут брать Мипа против Тини, это будет отстой. Они делали на него. Мне кажется, что под фуш или Husqqara. Тем более, что тут шаман такой еще сладенький заходит. Бруда еще в поле есть, не забываем про нее, она всегда может заезжать. Вот, кстати, да, сейчас Husqqara, если возьмут, то брудой могут ответить секрет, и это будет выглядеть не так слабо. А Климент любит этот отвести... Отвести взгляд от... Внимание от чего-то, а потом раз в пятом пике мы забираешь. Ну да. И уже один раз на это Питер повелся. Весь резерв тайм уже кончается фактически у команд, и долго думаю, тут же над этим пиком. Нужен Husqqara или нет? Вот над чем они сейчас думают. Просто либо сейчас ВР-ка, либо Husqqara. Раста, на самом деле, его тоже очень хорошо контрит. Husqqara взорвет сейчас зал, я уверен. Если он будет пикнут неожиданно... Очень много дизайбла, трасты получают, и еще змейки, которые тебя пробивают. Физика, да. Огромное количество физики. Ставятся змейки, плюс амплифает с лордара, и пускар там склеивается в секунду. На самом деле, это более чем рисковый пик. Ну, это все еще надо исполнить. Я, кстати, заметил такую еще тенденцию, что чем ближе мы к финалу подходим, тем меньше получается ганги с испоком. Где-то 25% гангов только проходит. Все-таки выбрали лайнсера. А, они-то, возможно, думают, что Тинни наверняка будет суппортом. А Тинни-то вообще на корр позиции контрит лайнсера тем, что убивает иллюзии чуть ли не с двух ударов. Я знаю, я записывал видос с Ярославом. Я не удивлюсь, если сейчас секреты трахнут мидпатча. Могут и так сделать. По-маленькой? Ну да. Не, ну а что? А какого-то... Не, можно Тинни сделать кором, но, мне кажется, не в этом идее. Да, вот сейчас этим пиком лайнсера заставляют только думать над тем, что... А может быть Тинни-кором сделать? Тинни-кор, если у тебя был еще какой-нибудь алхимик в команде, вот он нафармил бы ему агоним, а Тинни уже уходил в жесткий артефакт, что у лайнсера прям сразу убивает на минуте 25-х. Нет, тогда это был бы Тинни-кор, Алхимик-кор и Сордар-кор, это Три Милишника, а против тебя Винтер-Вивернен, совершенно не хочется так играть. Это Queen of Pain вообще захватит. Это Queen of Pain вообще захватит. Ну, Queen of Pain, да, это такой герой, который, ну, может подконтрить этого лайнсера в мидгейме с ранним моркидом, загонгать его до появления этих физов в лайнсера. Лайнсера, на самом деле, еще раз фармиться надо, а с герой Team Secret они будут довольно-таки мобильные бегать по карте. Стоял у Secret очень жесткий пик, и здесь, кстати говоря, Queen of Pain в миде будет очень жестко ловнить, потому что у нее Тинни будут воровать крипов, ну, точнее, для нее отводить крипов в лес, и против, кто бы не пришел против Queen of Pain, будет страдать этот герой. Ну, а кто может прийти? В принципе, Windranger все так же, у нас остается одного, она, собственно, ходит в бан, и теперь она не остается. Да, это Viper остается, довольно хороший герой, он и против Попы хорошо стоит, и против, ну, Свардара плюнет, Тинни плюнет. Вайпер, мне вообще Viper не нравится, что-то фиг знает. Вообще медленный будет пик. Медленный, очень медленный, очень какой-то на раскачку, и Viper под амплеваями, всем этим... Но Квапа в миде нормально все чувствует. Не, Лина, мне Лина только нравится. Лина тоже хороша. Да, Лина тоже пик получается мягенький очень. Мягенький, да. Он подробит всех. А Viper делает этот пик таким, что и Viper может раньше Мекку купить. Нету Веспа, Тинни очень будет страдать, как раз от Viper. Сам по себе золотый. Для этой Тинни, не Кор, ему пофиг, что он страдает от Viper. Здесь будет Кор Квинов Пейн, они еще возьмут одного на легкую. Да, это будет ласт пик, и они могут подконтрить. Да, и... Бруда все еще, кстати, в пуле. Могут быть и так. Вот он. Овации, овации. То, чего я ждал. Антимаг сразу. Овации, последний парк. Они понятно. Слушай, они очень довольны антимагом, по-моему, у нас зрители. Не знаю, мне от пика Сикрена нравится больше. Ну что же, первая карта гранд-финала, первого в истории мейджора, начинается прямо сейчас, и мы передаем слово нашим комментаторам Вове и Рустаму. Спасибо, Иван. Всем еще раз привет. С вами Адекват и MailStorm, и мы начинаем просмотр интереснейшего матча турнира. Команда ОГЭ играет против команды Сикрет. Именно под этим тегом ОГЭ с Сикретами не встречались. Да, они играли, если верить статистике однажды. Это было совсем недавно на MLG, и насколько я помню эту игру, Monkey Business еще тогда выиграли в первой карте. Но затем Сикреты их перевернули. Ну и сейчас ОГЭ, в которых на самом деле мало кто верил до сегодняшнего дня, да и в принципе сегодня тоже во время матча с ЕГЭ, особенно после первой карты, имеют все шансы сотворить действительно чудо. В то время как Сикреты у нас довольно легко прошли по своей группе и по венорам, ОГЭ сыграли сумасшедшее количество игр. Напомню, что это команда, которая не была приглашена, несмотря на то, что очень много у них общего по своей истории создания. Но Сикретов пригласили на мейджор, ОГЭ пришлось пробиваться своими силами. Ну и давайте посмотрим, кто у нас какого героя забирает. В команде ОГЭ, Мунминдер будет играть на Таске, Нолтейл на Фантом Лансере, Крит на Винтер Виверни, Миракл на Энвокере и Флай на Дазли. Вот бежит эта команда сейчас Чужие Леса, сейчас посмотрим быстренько за моменты, потом обратимся к Сикретам. Видят Энви, Мунминдер просто идет вперед, получает стан, ничего не делает, Сноубол езается только сейчас. Что делать дальше? Энви получает слишком много дэмэджа, Сноубол пролетает дальше, большие проблемы, Энви, Энви погибает. Минус один, Мизери, Лоу КП, Флай пытаются разверзать, Флай тоже отправляется на верну, один в один. Мизери проседает, еще одна стычка, потом Лансер, это два в один. Драка продолжает, Мунминдер слишком мало ХП, Вихо пытается его добить, снова залетает Тос и ныряет дальше, Вихо добивает Ускар, это два в два. Драка продолжается, у Крита лоу ХП, Крит загибает тоже, Купей делает даблкилл. И нужно убегать отсюда, потому что все уже резнулись и нужно занимать свои позиции на линиях. Неплохо, Сноубол пейн закидывает. Добивает он с руки, Нотейл, Нотейл, еще 130 ХП есть, плюс есть Хилинг Селф. Вихо ныряет дальше на блинке и снова продолжает бить Нотейла, он очень хочет сделать на нем фраг, Нотейл! Хилинг Селф на хайграунде, был промок, Вихо его просто не видит, поднимается на пригорок. Еще один удар, подтягивается Даззл с подхилом и в итоге фраг сделать еще один не удалось. Но размен получился от 3 в 2, вот это вот начало. И ты знаешь, когда аналитики говорили о том, что здесь будет мясо, мясо мы с вами видим уже на первых минутах игры, даже до старта фактически этой карты, это здорово, это очень-очень круто. Ну и что касается финала, почему он должен быть суперским и интересным, потому что всегда, когда есть фаворит в каком-то турнире и он встречается в финале против андердогов, против темной лошадки, это всегда интересно, всегда непредсказуемо, это всегда должно быть очень захватывающе. Так что посмотрим, как эти команды будут у нас действовать в рамках первой карты и рамках всего матча в целом. Итак, что касается Сигрита, товарищ Энви на антимаге пока занимает мид позицию. Пайлайдай, конечно же, суппорт Тинни, сейчас будет ему довольно активно мешать крит вместе с флаем. Так, обратите внимание, поставлен вард, видно прекрасно ПЛД, он может подставить у него всего лишь 300 хп. Он не видит ничего, и вот начинают бить Пайлайдая под килл и минус Тинни. Очень классные линии поставили ОГЭ, они мешают отводить Тиннику, забирают его, Лансер спокойно стоит против Квапы, так его еще и поддерживают пара героев, ну и Таск против Слардара хорошая линия для Мунминдера. Для Мизери, понятное дело, тоже линия ничего, но здесь будет интересно понаблюдать, кто же кого. Ну там да, там будет довольно интересное сражение, один на один. Тускар, Тускар с Лардаром даже непонятно на самом деле, потому что Лардар вроде как должен быть таким посильнее персонажем, у него 5 единиц брони, все-таки поболее будет, плюс подхил, плюс щиточек. Ну у Тускара есть инчат от Манго, есть тангусики, по идее тоже должен неплохо стоять. Посмотрим, кто если, кажется, сильнее. Крита терение перекладывает, крит, но слишком уж затерялся в тюжих лесах. Наглость вот эта вот, она конечно поначалу была оправдана, но сейчас повставляться нельзя. Не дал Тиня отвезти, но тем не менее отдает фраг. Не очень хорошо это. Ну и, в общем, как мы видим, MindGames у нас стоит с другой стороны, и именно этого мы ожидали. Именно это мы вчера наблюдали в потрясающем матче Evil Geniuses против Secret, где каждый пытался перехитрить соперника, но игры в итоге получились просто шикарные. Ну и пока что драфт действительно выглядит интересным. Вот я помню, как сейчас, буквально помню, аналитики предсказывали, что не будет у нас такого интересного драфта на этом турнире, но буквально со второго дня группового этапа стало понятно, что это не совсем так, мягко говоря. Ну и еще очень заметно то, что команды действительно по ходу действия этого турнира друг другу пригляделись, уже основные стратегии, основные тенденции знают, и как узнают, как играет противник. В частности, вот такие вот ворды и заходы на Тиня, они тоже исходят из того, что уже Сикреты показывали такой геймплей, поэтому PLD очень-очень сложно что-либо сделать. Ну и Сикреты в ответ тоже ставят свои линии, прекрасно понимая, как будут расставлять своих персонажей OG. Но, правда, не сказать, что антимагу здесь, конечно, весело. Да, антимагу совсем не просто против инвокера. В начале игры этот персонаж, конечно, шикарно заходит против инвокера в лейтгейме, но на стадии ленинга, один в один на миде, инвокер чувствует себя поувереннее. Я бы также обратил внимание на то, что Муминдера прокажется против Слордара легкое преимущество. Нападение на Ноутейла, доппельгангера нет, есть пять стиков. Продолжают сбивать его, получает дротик. Яшелу Грейв, флайк только-только получил второй уровень, прокачивает Шелу Грейв. Его сразу же юзает, но Тейла будет под хилл под конец действия Шелу Грейва. Вику можно просто развести, но Вика дальше не пошел, у него МП не хватало. Какие же у них стальные нервы у этих ребят буквально в последней секунде. На PLD в соло. Красавчик Мирикл, но теперь нужно отсюда спасаться. Есть у него гостволк, нужно юзать сейчас, если хочет. Ох, как же ему больно. Интервиверно заходит, нужно подхиливать. Здесь Колдом Рейс вкачал только что Крит. И был готов, если что, спасать Мирикла. Подтягивается PLD, у PLD левел второй. 0-2-4 у него старт. Ну, четыре ассиста были сделаны как раз таки в начальных разменах, а вот дальше две смерти, это конечно неприятно. Вот они, два капитана встретились на руне. Флай и Пупеи друг другу намяли бока. Но здесь, конечно, Даззл чуть-чуть посильнее. Особенно если у Shadow Shaman нету МП. Ну и продолжаем смотреть стадию лейнинга. Очень тяжелая ситуация у Мизери. Он не купил Orb of Venom. Вообщем у Миндера получше закуп. У него в начале и манга было побольше, и хилов. И как мы видим, это дало свои плоды. И сейчас с Orb of Venom слишком хорошо себя чувствует. Мизери приходится здесь в инвизи просто получать экспу. Ну да, Тускар действительно пока выигрывает свою линию. 24 на 5 у него крипстат. У Слардара 15 на 3. И Слардар Транкфилл только-только приобрел, что позволит ему вергениться и на базу не идти. Но в любом случае, конечно, тяжеловато. Тускар сейчас поднимает себе левел. Соответственно, Ньюки у него становится тоже посильнее. А значит, что Мизери в какой-то момент может просто-напросто просесть, если не будет следить за своим здоровьем. Итак, верхняя линия получается за командой УГ. Снизу Виха чуть лучше, чем Ноутейл стоит. На этой линии за Сикретами. Ну и на миде УГ, как мы видим, тоже чуть получше. Антимагу тяжеловато против Энвокера. И вот этот вот контрат Тинни довольно простая. И как мы уже видим, когда этот Тинни появился впервые, команды не знали, что против него делать. Сейчас уже становится понятно. Энви перетягивается на легкую линию. На верхнюю линию у нас перетягивается Ноутейл. Ну и Кэрри нашли свои позиции в итоге. Да, да и Мидера друг друга найдут тоже. Опять же, то самое противостояние двух самых крутых, наверное, задротых. на текущей профессиональной сцене в плане соло рейтинга. И у Вихи, и у Миркла в одно время было 8к. И вот сейчас они будут встречаться друг с другом на миде. Интересное будет противостояние. Чи же 8к больше. Да. Ну, пока, в общем-то, Клопата пришла с легкой линии. Да, у нее там и 1-0-2, да, хороший. Хотя у Миркла, в принципе, тоже 1-0-2. По крипам видим чуть получше у инхокера. Однако больше своих отбил. От Слардара в мид. Неужели не увидел сейчас? Боже ты мой. В итоге стан попадает в Миркла. Но Колденбрей спасают его. На перетяжке Крид замедляет Клопу, замедляет Мизери. Да, и здесь забрать никого не получилось. Как-то... Ага. К слову о 8к. Миркл успел среагировать. Прожал колд снэп перед первым станом, перед первым башем от Слардара, когда он хотел завезать Красс. И в итоге это подзамедлило немножко к Слардару, и он успел идти по Тару. Но я бы сказал, как-то поздно все равно, учитывая, что Крид заметил гораздо раньше Слардара. Такое ощущение, что немножко отвлекся. Стоит отметить, что у УГ очень нежадные саппорты. У них Дазл и Виверна. Два саппорта фактически пятой позиции. Что самое интересное, при том очень сильные в лейте. Если мы посмотрим на Сикрет, да, в лейте они тоже хороши, но каждому из саппортов нужны артефакты. Это и Shadow Shaman, и тем более Тини. Есть такой вариант, немножечко по стати драфта, да. То есть было видно, что первые два пика заходили там всякие Слардары плюс Тиники, что в принципе уже контрила Винтер Виверна. Но вот ласт пик инвокера, это очень ситуативное такое решение. Инвокер, особенно который играющий через Куас Фекс, он действует более как саппорт-щинвокер, да, такую семью саппорт, скажем так. И понятное дело, что в более поздней стадии игры ему будет тяжеловато кого-то убивать. Так, например, как это будет делать антимаг или условно тот же самый Слардар. Да, конечно, когда ты пикаешь инвокера, и после этого пикается сразу же антимаг на ласт пик. Тут в пользу антимага ситуация, но посмотрим, что у нас продемонстрирует Меркл. Все-таки инвокер – это персонаж, у которого неограниченные практически возможности. Только бы головы и рук хватало все это исполнять. Мизери, как мы видим, совсем прогнали с линии. Он взял себе шестой левел и транквилы. Что касается Тусика, он тоже не фармит, но он теперь делает отводы. И, как мы видим, набрал уже аркан ботинки. И побольше это, нежели у Слардара. Можно уже переключаться, думаю, на Нетворсе. Как мы видим, Миракл топ-1 на втором месте, Queen of Pain, антимаг с Пеллом практически вровень. И вот Мунминдер опережает Мизери буквально на 400 монет. Что касается Мунминдера, как раз-таки, да, он получил свой левел седьмой, есть арканы. И вот он сейчас просто ждет момента. То есть не особо нужен ему сейчас сильно фарм на линии, сколько нужно где-то помочь своей команде и пытаться кого-то прогангать. Вот сейчас на данном этапе он крайне силен. Уже и на Тейл, как раз-таки, на топ перетянулся, потому что знает, что Мунминдеру фарм больше не нужен. Файлайдай. Собирают его, но здесь же Слардар. Есть, Флай, Флай, не успевает, застанет, не успевает, застанет Миракл. Антимаг здесь же! Грейп в самый последний момент перетягивается Тусяк. Скорее всего, Миракл не выжит. Да, закрывает его собственный же Тускар. Очень неудачная игра от Мунминдера. Тут же перетягивается Но Тейл, Виха умирает. Напоследок дует Роскос, последний ману воет от Энви. И нужно забирать Дазла. Можно, можно, можно. Наш за ним до конца, умешает довольно серьезно Но Тейл. Энви идет до конца, будет Блинк у него уже готов. Через... Так, вот он Блинк дает, и Флай забирает от Репл. Отлично. Смотрим Fight Recap. Это размен 3 в 3. И размен абсолютно равный. Два саппорта и соло мид на два саппорта и соло мид. Да, но вот с единственным только уточнением, что Антимаг сделал трипл. А это не есть хорошо для ребят из OG. Да, особенно когда он выходит в быстрый БФ. Быстрый БФ, плюс левел хороший. Сейчас он постоянно будет подключаться. Пусть ПТ, вот у него еще есть и Perseverance на 10 минуте. И топовый NetForce на карте. Зато вот страшно. Энви отпускать и в коем случае нельзя. Ну, конечно. Я у себя там и в паблике писал. И... Ну, многие, я думаю, ждут от Энви игры той самой, которую он показывал уже очень-очень давно. И многие даже забыли. И на этом турнире, особенно по вчерашним играм, было видно, насколько же он хорош. Нападение на Мизери. Мизери думал, что на развороте он сможет что-то сделать. Но в итоге ошибается. Блинка нету у Вики. И можно забрать его. Три секунды, две, одна. Нет. OG забирают два фрага. Опять недооценка Тускар. Вот, Монминдер наконец начинает принимать активнейшее участие в таких вот разменах. Он знает, что он сейчас хорош. У него есть Snowball, у него есть Ice Shards. Где-то что-то происходит. По тавер лезет противник. Он приходит, хелпит и на развороте бывает. Шикарная игра. Прямо скажем, если не брать сегодняшнюю первую игру, где, в принципе, OG были похожи больше на парней из 3K и РММ, то во второй и в третий Монминдер был невероятно хорош. ЕМП кастуется на Шамана. Шаману не дают кастовать ничего. Очень много дэмэджа получает Пупей. Диспелятся хаста. И забрасывают его урна сверху. Боже мой, на развороте Миракла принимают. Но Грейв и Миракл уходят. А Шадоу Шаман умирает на турне. Да, ну, реакция. Опять же, реакция. Вроде, казалось бы, ганг стопроцентный надвигается на хосте Шадоу Шаман. Самый главный дизейблер в доте практически. Да, там, как наряду с Леоном. И все, инвокер должен был отправиться на верну. Но моментальная реакция. И Шадоу Шаман погибает. А инвокер жив. Снова пошел на Мизери. Залетают. Айшарс немножко неудачный. Дэмэдж проходит. Был у нас удар с Валерас Панча. Но Мизери здесь живет. Плюс у него косимые частики были. Так что более-менее. Ну и 10-7 счет. Очень активная игра. И то самое мясмос происходит прямо на карте. 17 фрагов было сделано за неполных 11 минут. Есть на что посмотреть. Ну, что и говорить. Многие опасались, что после победы над ЕГЭ ОГЭ не смогут противопоставить Сикретом ничего в гранд-финале. И будет у нас Изи-03. Пока что непонятно. Здесь еще игра может повернуться в любую сторону. Но игру показывают ОГЭ неплохую. Тусик фармит все больше. Phantom Lancer тоже хорошо одевается. И, как мы видим, Винтера Верна взяла шестой, как и Даззл. Да, по левлам там вроде бы все уже апнули свои ультимейты. Кроме Пайл Лайдай. Айпупей тоже только-только левел 5 апнул. А вот здесь суппорты немножечко просели. Но вот чем плохо, опять же, например, на Шадоу Шамане не иметь быстрого уровня, у тебя нет возможности даже подпушить тавер. Казалось бы, должен быть пуш-потенциал неплохой у Сикретов, из-за того, что Пикистини и Шадоу Шаман. Но у них старт был крайне ужасный. Поэтому пока они немножечко так инактивны. Вихл выходит с Пайл Лайдай на топ. Будут сейчас пытаться сделать какой-то фраг. Тусик очень неудачный. Он влетает в этот момент на Мизере. Тусик. Да, боюсь, что здесь нужно его кидать. Стики. Да, забирают. Очень неудачный тайминг. Хороший ганг от команды Сикрет. И счет становится 8-10. Но, да, вот эти вот пару последних фрагов, они дали возможность саппортом вырваться чуть вперед. И если мы посмотрим на саппорта Фугетта, у них гораздо больше арканцы на Шадоу Шамане, на Шадоу Престе, на Дазле. Как мы видим, Tranquilo Soul Ring на Виверне. Прямо все отлично. И еще и Тусик подфармливает. Ну, вот эти просто нужно воспользоваться. То есть, вот на таких гангах Сикрет пока получается по факту помогает своим суппортом. Получается рель снизу. Клинтерстерс пошел. Энви пытается забрать. Энви его лишили через ЕМП. Энви хватает ему на Полье, как Плинков. О, это Аньоборду в Шадоу живет. 10 хпр забрали, но перевалит Репет. Он будет 6 фонтастика. Энви, насколько же сильно ему везет. И Крита также преследует, но здесь же нотейл на развороте. Доппельгангер защищает свою Виверну, перетягивает Сутоус. Кольт от Дазла. Мизери нужно бежать. Мизери получает подхилки. Есть, да, Соник Бейп у Вики, но там урона просто не файп, потому что пол хп все у Ложи. Просто лакер энви. Казалось бы, это чуть ли не стопроцентный фраг должен быть. И должны были его сливать 10 хп осталось Энди, это знак, что в этой игре ты должен против тащить Ну уже не первый раз за турнир Вот так вот на лоу хп он смог уйти Так, тем временем у нас Пупей пользуется тем, что вышка сверху осталась одна Крит пытается сбить ворды Но, как мы видим, ворды бьют очень больно А сейчас еще антимаг потягивается Ты посмотри, был уже колдембрейс Если антимаг прыгнет, с манавойдом можно будет решить проблему Которая стоит на топе и машет крылышками Так, так, так И антимагушка, да, залетает за спину Пробивает крита, еще один удар и можно манавойдать Эм, нет, 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 крит через Arctic Burn Пытается уйти, Энди Блинками до него достать не может И будет идти до конца, судя по всему Ну, не хочется отпускать такой килл Ударчик и манавойд Нет, не хватает дэмэджа, ты посмотри, там еще колдембрейс есть, крит Реакция есть, колдембрейс И сейф тп, сейф тп, нет сейф тп Нет сейф тп Ну ладно, крит в итоге сам выживает Как много времени выиграл сейчас капитан Вернее, не капитан, а саппорт команды Энн, Миракал, нападение на Пайлайдая Выжигает ему очень много МП Пайлайдая откидывается Сам страйк какой-нибудь, шальной такой Ну да Тем временем, таск, нападение на Виху Виха уходит Ульдазла, Вихе Нужно как-то спасаться Мунминдер, да Мунминдер здесь его не отпустит Минус Виха Также в погоне за Слордаром, который убегает Немножко не туда, куда ему хотелось бы И уже Миракал его готов встречать Снепики отлично излетают Айшарт не пускает противника Фирменный тускар в исполнении ОДЖИ в действии И отличный еще один фраг Минус два Сделали ОДЖИ в этом моменте Ну, стоит отметить также крита Сколько времени он выиграл для своей команды Антимах практически ничего в этот момент не делал Сверху он стоял Бегал за Виверной Пушили один тавр В итоге потеряли сами тавр снизу И еще и потеряли двух кор-героев Что важно Еул будет выходить в Миракал Интересная сборка Урна, еул, фейзы Такая немножко необычная На инвокере Но, как мы видим, необычные сборки Например, на Алхимике Нестандартные, скажем так Очень сильно помогают Энви у нас уходит Тут есть рациональное зерно В таком айтембилде Все-таки условно такой инвокер Да, это классикский инвокер Инвокер, который Ну, не обладает большим запасом здоровья Например, крайне уязвимо Если в него на бликах врываются А тут вот есть еще и амплифай Который не дает ему в инвиз уйти Какие-то там, условно, еулечки Себе что-то сбрасываешь Живешь, купишься в форстаф И будет вообще практически неуязвимым персонажем Ну и при этом сам вкастовывать Свои способности Мека готова у Мунминдера Вот интересно то, что Несмотря на трипл-кил антимага Как мы видим, шестнадцатая минута Абф-то еще и нету На шестнадцатой минуте покупали у нас антимаги Даже в ситуации, когда им немного мешали Но, видимо, начало немного сказалось Неудачное Ну, там, да Да, в миде стоять было, конечно, тяжеловато Потом трипл-килл вроде сделал И плюс бекатня на топе Все, и суммарно, как раз-таки, не дало Купить себе довольно быстрый Выходит на Миракла Миракл За тот же стан Убегает О, как живо тяжело здесь найти Поднимает в юл антимага ЕМП Колл снэп Минус вся мана на развороте Начинает бить Как же больно Тосует его в воздух Но есть еще витрак Вино Фейн Здесь же нужно добить АМА Миракл Успевает Один в три Выигрывает этот размен Сверху Виверна Напайлайдая Который под ультимейтом Даззла Очень больно ему Виверна в итоге выживает Минус Тинни Флай сзади Под греймом Меха заходит во флая В фулл хп И нужно отсюда отступать Боже мой Миракл Как же ты хорош Блан перехват на Вики Меха Так Ну, здесь у него Блинк Слушай, напаль Нотел Нотел не ожидал Такой подставы А нет у него же Эскейпа Проюзен был до этого Доппелгангер Поэтому он погибает Айшард перекрывает путь Купею Монминдер Сейчас отпал Раз панч Крит рядышком Пробивается Купе и пытается Сдонается Опэншентоп И не получается Сделать Фитлок Сыгрываю Красавчик Купей Выжил Максим Из этой ситуации Атака на Курьера Курьер живет Но как бы Вихе это не стоило Слишком многого Сейвит его Слардар У которого уже есть Блинг Пошел Пошла атака на Виху Поднимают Его ВУ ЕСКМП Минус Виха Миракл Подключается к драке Сразу из таверны И в итоге 16-11 ОГ опять выигрывают Размен Вот это вот игра Когда Нонмсоп Рисует Вверху Нападение на Флай Флай Успеет ли подхилиться Дать Грэй Флай дает Грэй Депаут Депаут Там же баш Пока кулдаун Можно было попробовать Флай Поэтому Поэтому Все равно Не ушел бы Не просто на самом деле Флай Посмотрите на Тазелька Аркан Буцима Джекот И Драма Фэйндженс У него есть Ничего себе Вот это вот с упор Барабайши Шикарен Вообще Так вот такая игра Ну лютый паб По большому счету Что здесь происходит Он стоп драки В разных частях карты Здесь кельсина Какого-то общей идеи Но В такой игре Вот эти вот миксы Хороши То есть и Сигрет Как микс Который образовался Совсем недавно И ОДЖ И вот они любят такой стиль И они так и катают Ну вопрос только в том Кто будет более удачным И кто будет чаще И удачнее это делать Пока вот ОДЖ Справляется Скажем так Своей задачей убийства Противника намного лучше Огромное преимущество Уже для 18 минуты 5 тысяч Причем Нету каких-то Сильно Опережающих героев У команды ОДЖ У них у Дазла 4 тысячи У инвокера 7 Очень ровно Как правило С таким пиком Крайне тяжело играть Потому что Кого бы ты не убил Команда не становится Значительно слабее А с Дазлом И Виверной убить кого-то Вообще в принципе проблема Ну да Особенно таким Раскачанным Прослажный И вот он Выход в смоках Важнейший выход Сейчас для секретов Но кажется У Чи тоже в смоках Это может быть Очень жесткая драка В итоге Флай все спалил Флай Дает ультимейт Флай раскастовался Прячет его Сноубол Выход на Пупея Как же больно Мека заходит вовремя Пупея живет Емп взрывает Синека Мизери Дает станс Флайу Голден Брейс Никого не убить Это минус 2 Виха падает Минус 4 Вот это прием был знатный И снова Тускар Кого бы не инициировали Секреты Всегда есть этот Злосчастный Вечно мешающийся Противный До ужаса Тускар Который взял Заебит сноуболом И ни черта не сделать Ну и там конечно же Хороший рассказ Статул G Все нюки залетели Как надо Винтерскер спал Лайдай Там дальше Тубокер Рассказ по троим Ну в общем Получилось действительно Очень круто И вражеских Эншентов забирают Как же это много сейчас Ну вот собственно говоря Вот эта комбинация Винтер Виверна И Туз Которую забрали На первые 2 пика Уже было понятно Насколько она грозная Секреты Ферст пиком Слордара Открыли Скажем так сопернику Немаленькие возможности Диффуз появляется У Ноутейла Ну преимущество Становится невероятным ОГ Месяц секретов Фантастика Первой карте Да Гранд финал Замейд Это интересно Это уже очень интересно И вот бегает Этот самый Пайлайдай Суппорт И не 0.56 Аркандуз И не может найти Усего места В этой игре Диффузит Рассчитывал на быстрый Блинк А в итоге Ничего быстрого У него не получается Вика Тоже не дофармил До сих пор Еще на свой Орхид Петворс У него просто Отвратительный Он проигрывает Четырем героям По фарму Самое забавное Что даже если он На фарме Орхид Инвокер Его контрить Будет за счет Юла И у самого Инвокера Тоже скоро Орхид Виха Виха Играет с огнем Сейчас В итоге Уходит с блинка Но Инвокер Идет за ним Инвокер До свидания Я думаю Что не должен Отпустить Здесь блин Конечно Но тормада Ветра Без шансов Ох уж этот Миракл Без шансов Ну да Вот на топе Была какая-то попытка Зацепить Аэму Вроде как Аэму На сплитпул Что-то Катияш Ну вот Единственная надежда На антимага Ну опыт Даже предыдущей встречи Да Финал лузеров Там показывал Что ребята Из LG Очень неплохо Против антимагов Играют Знают Как их ловить Где их ловить Специалист Вообще По этим делам У нас товарищ Мунминдер Что он и есть И что я так понимаю На пускаре То же самое Да Что он там Сотворил Против тинкера Это вообще С ума сойти Он его нашел В кустах Раз 10 Наверное За игру Сумаил подумал О мабхаке Сразу Смотри Мунминдер Находят антимага И нотел тоже здесь Ага Задив узел Энви Пробивает с руки Энви Остает Еще им Потому что Чтобы сделать Блик Сноубол Энви Топаут Не смог сделать Айшарф Волроспан Чаптик Берн Туда же залетает И боже мой Энви 60 хп Неужели уйдет Неужели уйдет И опять он заживает На лоу кп Как же ему везет Или не везет Айшарф Видит Сигиль Энви Снова блинки Как-то пытается уйти От этого Сигиль Его снова видно Сноубол Мунминдер Не Энви Энви 29 хп Айшарф И накрывает Вот Ускар Мунминдер Таких керри героев Не отпускает Да Ну как мы видим Как бы тебе не везло Если против тебя Соперник делает Все правильно И находится В настолько крутой позиции То тебе уже Никуда не уйти В итоге теряются Его кор герои Сикреты О да Это Это очень интересная У нас получается игра Мизери тем временем С блинком Сбирает баунти руну Вынужден использовать Телепорт И у Сикретов Немаленькие проблемы Против команды OG Сейчас его Пайлайдай Будет так понимаю Проблема Кулстеп он уже поймал Нурнавшадов сверху Ей пэска есть Эллендсом на развороте Пайлайдай Дает тос Ну встречает противника Грудью своей Правда это его Не особо спасает Погибает он Еще один Соло фраг Ну и уже так довольно Серьезно захватывают Территорию OG Перемещаются По чужому пространству По чужой территории Низ у них тоже Обратите внимание Неплохо за варшем И начинают притинговать На тепла Хорошая статистика Шесть игр против антимага Шесть побед Тем временем Винтерскер съязается На Мизери Мизери получает Варлус панч Использует стики Здесь же сбивает Перетянуться антимаг Но Мунминдер Хекс Есть меха Нужно спасать Мунминдера Поднимать в воздух Шадоу Шамана Чем-то сбивать Ему сетку А не надо Он и так живучий Он просто живучий Айшард Закрывает еще одного персонажа Приходит Энви Энви понимает Что он зря Что он наверное пришел Потому что чему-то слишком Больно пробивает Миркл Ужасно больно Мал распанч Этимаг в таверну Сноубол был Проказ на Пайлайдай Сноуболом все и выйдет Тускар Налетает на Вика Вика блинками в шоке Пытается просто-напросто уйти А Миркл вместе с Харом Продолжает свои развлечения Под зерна противника ЕМП сверху залетает Даже дерутся под вардами Это ничего не значит Накрывает Пайлайдайта Минус 4 Живых остался только Вика Который просто где-то там Возле верхней руны Пытается спастись От этих бешеных ОДжи Да, фантастика Нужен тайм-аут Команде Тим Секрет Чтобы каким-то образом Усмирить ОДжи Бесмотрение Вика будет Перехватывать Вика Курьера, конечно, подбил Но он был пустой Найс Курьер Говорит всему Миракл И... Привечайший байт На Курьера в исполнении ОДжи Ну не знаю, насколько это был байт Но размин определенно выгодный И тем временем Ноутейл сносит вышку в миде Графики Улетают куда-то в глубины Недров Доты И 12 тысяч уже ОДжи Нанесут в Секрет Вот ты знаешь Я с тобой полностью согласен Что в таких моментах Когда начинается какой-то сумбур Непонятная игра для команды Которая четко уже определяла Свои стратегии Нужно просто поставить паузу Вот элементарно пауза Тайма Он взять и сказать Ребята, а что происходит и так? Почему у нас метят ОДжи По всей карте? Вот что мы делаем не то? И вот Такой возможности Понятное дело, что в Доте нет Я думаю, оба Секреты Очень были довольны Если бы у них была такая возможность Ну, у них будет После того, как они напишут Две заветные буквы Довольно много времени Чтобы обсудить Что же они сделали не так А здесь, честно говоря Ну, я не скажу, что аутов нету Против такого пика В такой ситуации Тяжело, безусловно Но подраться хорошо можно С тем же антимагом Но Насколько хороши ОГЭ? Да, хороши, безусловно Ну, просто вот Ты знаешь, поймали они кураж После предыдущего матча Это было видно Это видно сейчас По текущей игре Они не парят Ты посмотри Тут просто соло-беготня Если бы Секреты сейчас Не расслабились Они бы там ловили Вот под инвизом Этого инвокера По центришникам своим Ходили пятером Но Получается ООГ Я не продолжаю С этим заниматься Забегать где-то И делать соло-килы Это ужасно Ужасно для Секрет Да, ну и Близится к все к тому Что у нас Даззл Обгонит Квинов Пэйм По своему фарму Есть уже блинк у Виверны Такие артефакты Вообще появляются у саппортов И у нас фактически Есть пять героев В команде ОГЭ Та же Виверна И тот же Даллас Даллас Даззл очень сильны Да, причем у них Очень хорошие возможности Хорошие Не только в этой стадии игры Все увидели Все увидели Абсолютно Виверна И Инвокер Квупей понимает Понимает, что противник Где-то здесь закрал Сейчас будет заходить В лесочке А там Крит А он затенит Может в этот лесочек Он заплочен всеми Вот этими деревьевцами И он пройти туда Просто-напросто не смог Крит в такой Условной безопасности Находится здесь Вырубил себе вольер И все абсолютно Видит ОГЭ Опять же Два героя дают разведку В этот момент Три героя фармят Сикреты не фармят У них только антимаг Немножко подрезает Лесных крипов Ну ты знаешь Они начали бегать пятером Что уже похоже На какой-то здравый смысл Гем покупают Тот же гем бы Я уверен Не помешал секретам Иначе Ну иначе Непонятно Как противник убивать Там и глимер кейпа Там и Без базы вообще выйти Без гема тут Ну сейчас Они собьют все ворды И с базы Ты не выйдешь никогда Потому что соперник Тебя опережает по пику Антимаг Единственный герой Ну в принципе С такими артефактами Да он может Но против пяти Сильных героев врага Антимаг У которого Ну только-только Появилась манта Это не самый сильный персонаж Да Плюс ко всему Вот мы обычно В таких ситуациях Когда команда Полностью проигрывает Старт и мидгейм Другой команде Мы начинаем с вами Разговаривать О теории идеального замеса Да На пупе Теренем Вот так и пошла Артик Берн Есть Саленс Винтер Сминтерс пласт И Пупей должен погибнуться Макерилл съедает Уже под базой Тебя убивают А уже под базой Уже просто так не выйдешь Так вот Начинаешь разговаривать Каких-то Обсуждать Какие-то Идеальные ситуации Для секрет Но у них пик такой Что у них нет Каких-то супер крутых Ауи Да Супер комбы Нету магнуса С неверной Как были у егэ Например Которые Как мы видели Все равно не помогли И Здесь очень тяжелая ситуация Но посмотрим Может быть найдут Какую-то лазейку Напомню Что секреты Выиграли Все последние Турниры Крупные Если не считать Ну после ESL На котором они заняли Второе место Сыграв Неудачно С Вегой Ну а Вега Отдельная история Может быть Как-нибудь Поговорим Но пока что База падает База у секретов Ребята Нужно депить в бараке Они пытаются Разменяться Но демиджи То у вас Меньше Гораздо В этот момент Нападение На пупея Пупея Ставит змейки Умирает Очень быстро Змейки В секунду Минусует Ланцер Таск Змейки Должны стоять Были не здесь А на топе Время спритбуши Вику поцепили Через винтерс герц Вика погибает За этот винтерс герц Мизери по это делу Никуда не уйдет У него нет фростапа У него блин Который мы конечно Моментально И уже успели Это минус-минус 3 На разных частях карты Минус сторона Минус 3 героя И практически Никаких шансов Ну давя Давя тоже довольно серьезный Довольно хорошо играет Так вот Шатушаман должен был Спритить сейчас Ее борты должны были быть На топе стоять И пушить Но не снизу Снизу деф С этим вардами Практически Ничего не дает Ого Вот это подкил От слая Здесь же антимаг Ой Энга Ты зря По-моему Зря По-моему Это была критическая ошибка Энди Манта ставил Ню конечно Есть Блинковый Сзади До конца Этит Монминдер Манта ставил Найти нужного Иссард Есть Текст Приходит Купей Гардин Гриф Срабатывают Неплохо Монминдер Пока жив Грэйв 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 Но в шеклсах Шеклс Стоит слайва Теперь можно ждать Подкил Будет еще Грэйв И на развороте Пупея Байбэк Делает тени Накрыли Пупея Приходит Файлайдай А тут уже рядом Фантом Ланцер Которого Букварит Нет Этому самому Файлайдай Отправляю Снова В таверну Никого не убить Никого не убили Да И в общем Закончил свою мысль Секреты близки были К тому Чтобы стать топ-1 Командой этой осени Если они выиграют Мейджор Но если они Мейджор не выиграют Никто и не вспомнит Что они выиграли Какие-то там Три лан-турнира До этого Все будут говорить Только о боге Да И о том Например Что единственными Кому отдались ОГ Например На этом турнире Да Но если мы Опять же Не берем в расчет Это вега И причем дважды Бывают такие Кажется Медленнее Теренем Проной 100G Уже снесены Две стороны Осталась Последняя Топ-линия Докупаются Очередные Просто сумасшедшие Артефакты Которые стоят Огромное количество денег Диверна 1500 монет До рефрешера Таск-дезолятор Боже ты мой Я хочу Развидеть это Наверное Говорит Пупей Сейчас своей команде Слышите Вы или нет Но зал Скандирует УДЖИ Хотя я уверен Если начнут Сикрет делать Камбэк Зал будет орать Погромче Все-таки Болельщиков Сикрет здесь побольше Это да Ну вообще Конечно Здесь имеет место Быть и Оверфарм И оверплей И все-все Овер просто Ну Достойно Должно Сикрета Закончить эту карту Каким-то образом Я ожидаю Увидеть какой-то смог Тот самый смог Последней надежды Надо провязать Попытаться выйти в пятером Устроить какой-то файт И Признать В том Что сегодня ОДЖИ Очень хорошо играет Хотя бы в первой карте Да Ну и как бы История Финала лозеров Нам показывает Что даже С такой уверенной игрой Можно еще Вполне проиграть Хекс на Миракле И сейчас Можно убить Практически у любого Подсейва нет Никакого у команды Сикрет В то время как Вот это еще одна Тяжелая ситуация Есть Грейв Есть Колден Брейс Есть Нобул Туск Три подсейва На барабаны И арканбукцы Сейчас еще и Форстафы Плэдмейл Лоту Сор О боже мой Страшнейший Даззл Миракл Кекс на Пайлайда Минусует Моментально В этот момент А где секреты На фонтане стоят Конечно Это фонтане Понятно Это в общем уже Увеличивает время Свои паузы Между первой И второй игрой Я могу поздравить Болельщиков ОГ Это 1-0 Кто бы Мог подумать Да За 31 минуту Настолько жестко Причем исполнение Было На уровне На очень высоком уровне Это не тот Миракл Который Затпшился На гирокоптере В кусты В матче против Веге К вопросу о том Что да Вега победила Но ОГ не показали Свои лучшие игры В том матче Очевидно Ну да Набирали по ходу турниров Групповая стадия Прошла не так хорошо Но мейн-эвент Лазеров И Как вы видите результат Итак 1-0 Дорогие друзья Ребята из Сикрет Соглашаются с поражением В первой карте С горя Антимаг покупает Четыре медаса И на этом Карта заканчивается Да Крит горит Ну я Ребята Сам в шоке От своей игры Наверное С тиммейтом Как же Как же это было просто Как там Миракл обычно После игры На 8к ММР Говорит Из-за 25 Гиги Как он пишет Говорит Вот Мунминдер Показывает Вот так вот Да Ну Мунминдер Был очень хорош Были В принципе Очень хороши Команды ОГЭ Спасибо за субтитры